Всем привет! Посмотрите, что за материал у меня в руках. Внешне похож на крафтовую мятую бумагу, но слишком крепкий для бумаги. Это тайвик. Нетканный материал изобретен на фирме Дюпон. Он состоит из 100% полиэтиленовых волокон высокой плотности. HDPE – High Density Polyethylene. Материал очень необычный и обладает целым комплексом уникальных свойств. Применяется от производства одежды до строительства. Иногда его называют синтетической бумагой. Напомню, что неткальный материал относится к текстильным материалам, но получается, в отличие от ткани от трикотажа, не из пряжи и из нити, переплетением нити основы утка, как на ткацком станке, и не вязанием, как на трикотажных машинах, а сразу из волокна, минуя все этапы придения, ткачества и вязания. В 1955 году ученый из экспериментального центра компании Дюпон Джим Уайт обратил внимание, что из трубы в лабораторию выходит белый полиэтиленовый пух. В случае из Учвили уже через год компания Дюпон получила патент на прочную полиэтиленовую нить. Но лишь в 1965 году новый материал был зарегистрирован под торговым названием Тайвик, а его промышленное производство стартовало в 1967 году. Этот неткальный материал получают филиерным способом при формовании полиэтиленовых нитей, то есть он состоит из очень тонких волокон бесконечной длины. Сначала происходит обычное формование полиэтиленовых нитей, как и любых других синтетических, продавливанием расплава полимера через филиеры с очень маленькими отверстиями. Затем эти нити хаотично укладываются на транспортер. При этом образуется холст в заданной толщиной и плотности, которая зависит от скорости движения транспортера, так как нити из филиер выходят с постоянной скоростью. Если транспортер движется медленно, холст получится более толстый. Если быстро, то он получится тонкий. Холст пока еще рыхлый и непрочный. Это просто много нитей, уложенных друг на друга. Его необходимо скрепить. Так вот, по технологии Тайвик, его скрепление происходит под высоким давлением и под воздействием температуры, за счет чего происходит просто спекание полиэтиленовых волокон за счет их термопластичности. Прочность материала зависит от условий спекания, а все эти параметры зависят от области применения материала. Например, Тайвик мягкой структуры представляет полотна с точечными связями и стесненным рельефом и применяется в текстильной промышленности. Тайвик же жесткой структуры представляет собой подложку типа бумаги, хорошо подходит для нанесения печати и может заменить традиционную бумагу, например, при изготовлении конвертов или печати браслета. Тайвик сочетает в себе характеристики бумаги, пленки и ткани в одном материале, поэтому он может использоваться в самых различных областях применения, где необходима прочность, влагонепроницаемость, паропроницаемость, небольшой вес, стойкость к механическим и химическим воздействиям. На первый взгляд этот материал похож на крафтовую мятую бумагу. На самом деле это не тканный материал, то есть текстильный материал, полученный из полиэтиленовых волокон. Эти полиэтиленовые волокна спрессованы под очень большим давлением и под действием температуры, в результате чего получается вот такая структура материала, напоминающая бумагу. Кроме того, тайвик не выделяет волокнистого горса, он не прозрачен и имеет гладкую поверхность. Например, тайвик для гидроизоляции плотностью 60 г на метр квадратный обладает следующими характеристиками. Прочность 300-310 ньютонов, такая прочность выше, чем у хлопчатой бумажной ткани такой же плотности. Волокна уложены случайным образом и спрессованы, что обеспечивает высокую устойчивость к разрывам и проколам, обеспечивает длительную и надежную защиту. Температурный диапазон применения такого материала от минус 40 до плюс 100 градусов Цельсия, а толщина всего 0,16 мм. Пройдемся кратко по характеристикам материала тайвик. Первое. Воздухо- и паропроницаемость. Это такой критерий, который показывает, сколько миллиграмм водяного пара пройдет за определенный интервал времени через слой материала в 1 квадратный метр в результате разности парциального давления при равном атмосферном давлении по обе стороны материала. Так вот, паропроницаемость тайвика 1750 г на метр квадратный за 24 часа. То есть, каждый метр материала за сутки выведет почти 2 килограмма образовавшегося пара. Это очень хороший показатель. Такая хорошая воздухопроницаемость вызвана тем, что при производстве тайвик не используют никакие связующие вещества, за счет чего в материале остаются крошечные перфорации, которые позволяют водяному пару проходить через материал, но при этом попадание воды и других жидкостей невозможно, так как эти поры слишком большие для капли воды. То есть, по сути, тайвик работает как мембрана. Правда, показатели у него, конечно, пониже, чем у мембраны, но зато прочность и другие показатели намного выше. Второе – это водостойкость, то есть материал сохраняет свои характеристики и во влажном, и в сухом состоянии. Ну, конечно, ведь он не намыкает. Третье – это водоупорность. Это максимальная высота слоя воды, при которой материал не пропускает воду в течение 24 часов. У тайвика этот показатель составляет 1550 мм водного столба, то есть больше, чем полтора метра. Например, по ГОСТ водоупорность плащевых тканей из синтетических нитей с пленочным покрытием в три слоя должна быть не менее 700 мм водного столба, а здесь полтора метра. То есть у тайвика более чем в два раза больше эта водоупорность. Когда волокна тайвика скрепляются под воздействием высокой температуры и давления, материал действует как термопласт, возвращаясь в полутвердое состояние высокой плотности, что предотвращает проникновение жидкости через его поверхность. Проверим материал на водопроницаемость. Смотрите, я лью на него воду. Она абсолютно не впитывается. И теперь смотрите, она легко скатывается с его поверхности. Поверхность остается абсолютно сухой. Обратите внимание, что изнаночная сторона материала, на который я лил воду, абсолютно сухая. Вода сюда не попала. Четвертое. Химическая стойкость. Так как материал сделан из 100% высокопрочного полиэтилена, он нечувствителен к воздействию большинства кислот, оснований и солей. Пятое. Барьерная защита. Тайвик состоит из непрерывных волокон, которые обеспечивают устойчивость к проникновению микробов, предотвращая прохождение через материал опасных материалов, включая взбес, плесень, стекловолокна и свинец. Шестое. Абразивная стойкость. Вследствие обработки коронным разрядом поверхность материала окисляется и на ней лучше закрепляются типографские краски, а также клеи и покрытия. Седьмое. Высокая непрозрачность, которая связана с многократным преломлением света и сильным его поглощением между тонкими волокнами полиэтилена и воздухом. Восьмое. Высокая небольшой вес, он вдвое меньше веса других материалов при аналогичной прочности. Десятое. Высокая стойкость к многократным изгибам. Можно складывать и изгибать материал почти до бесконечности и без снижения прочности. Одиннадцатое. Материал сохраняет прочность и гибкость даже при температуре минус 75 градусов. Он начинает сморщиваться при температуре 118 градусов и плавится при температуре 135 градусов Цельсия. Обратите внимание, какой он прочный. Даже при всем желании я не смогу его порвать. Он намного прочнее аналогичной ткани, такой же плотности и толщины. Двенадцатое. Ультрафиолетовая стабильность составляет не менее 4 месяцев на открытом воздухе. То есть свойства материала начнут меняться только если более 4 месяцев материал находится под воздействием прямых солнечных лучей. Посмотрите, как выглядит тайвик под микроскопом. Это хаотично расположенные, испеченные под высоким давлением волокон разной толщины от 3 до 24 мкм. В среднем 10-12 мкм. То есть это толщина волокон хлопка. Такая необычная структура и обеспечивает все вышеперечисленные характеристики. Тайвик изготовлен из полиэтилена и может подвергаться вторичной переработке. Например, в парковой скамейке или оборудованной для детских площадок. Дюпон вообще создал сеть фирм-переработчиков в США и Европе, которые согласились принимать изделия, изготовленные из тайвика, для повторной переработки в другие продукты. Если же необходимо захоронение, то тайвик является инертным материалом и не вымывает из себя вредные соединения в грунтовые воды, поскольку не содержит связующих, наполнительный и пластификатор. Рассмотрим применение тайвик. Ну, во-первых, это защитная одежда различного применения, в том числе под брендом «Тайчем» – повышенная защита от химических жидкостей. Одежда из тайвика используется в загрязненной среде и для ношения в условиях промышленных предприятий. Примеры, используемые в загрязняющих средах, включают защиту от кислот, челочей, солей и брыз жидких реагентов, таких, например, как пестициды. То есть одежда обеспечивает надежный барьер против воздействия разных опасных твердых частиц, в частности, свинцовой пыли, асбеста и даже радиоактивных частиц. Промышленное применение также включает использование одежды для выполнения грязных работ на предприятиях разного профиля, для химических производств, заводов, больниц, работы в полях или на садовых участках с удобрениями, на стройке и многое другое. Такая одежда использовалась как экстренный костюм химзащиты при ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима» в Японии. Костюмы обеспечивают и надежную защиту, и высокий комфорт. Во-вторых, это гидроизоляция жилых и производственных зданий. Такие материалы сейчас представлены на рынке наиболее широко. Гидро- и пароизоляция необходимы для правильного функционирования кровли. Они не позволяют воде попадать в слой теплоизоляции, а испарением задерживаться в нем. Применяя эти материалы, можно поддерживать необходимую влажность помещений и не допускать разрушения утеплителя от попадания воды. Тавик гидроизоляции – это паропроницаемая мембрана для утепленных кровель, которая также подходит и для деревянного каркасного строительства. При этом функциональный слой мембраны Тавик примерно в 6-8 раз толще, чем микропористый слой большинства многослойных мембран. А благодаря сверхпрочному функциональному слою мембраны Тавик кровля сохраняет водонепроницаемость в течение долгого времени без образования конденсатора. Кроме того, эти материалы легкие, гибкие, долговечные и простые в установке. В-третьих, это высокопрочная упаковка. Например, почтовые конверты, которые точно не порвутся при пересылке, до их скрытия будет более проблематично, не разрезая. Такие конверты применяются почтой США в тарифах Priority Mail и Express Mail, Fidex и другими почтовыми службами. В общем, если вы отправляете что-то важное, отправляйте это с помощью конвертов Тавик. Также медицинская упаковка инструментов и препаратов из Тавик, которые обеспечивают устойчивость к разрыву, долговечность, воздухопроницаемость, отличный микробный барьер, что позволяет сохранить стерильность медицинского оборудования и фармацевтических препаратов на протяжении всего их срока службы. Могут также применяться в производстве прочных сумок, рюкзаков, в том числе любителями и в домашних условиях. Вот так выглядит рюкзак из Тавика. Тавика, обратите внимание, что внешне он как будто бы сделан из бумаги, на самом деле он очень прочный, легкий и водонепроницаемый. Подойдет для тех, кто хочет выглядеть необычно и подчеркнуть свой собственный стиль. В четвертых, это прочные и легкие тенты для большегрузных автомобилей или для палаток и павильонов. В пятых, Тавик стали активно использовать полиграфии. Среди первых продуктов были наружные рекламные пустеры и баннеры, самоклеящиеся этикетки и бирки, обложки школьных учебников, то есть все применения основаны на высокой стойкости материала к воде, трению и разбиранию. Сейчас из Тавика делают высокопрочные дорожные карты, путеводители для туризма, руководство по техобслуживанию, инструкции для охоты, рыбалки, рекламной листовки, брошюры, лицензии, сертификаты, чехлы для техники. Все, что боится воды, может быть защищено с помощью уникальных слоев Тавика. Как и на бумаге, на Тавик можно использовать большинство традиционных и цифровых технологий печати. Если то, что вы напечатаете сегодня, должно прослужить долгие годы, то Тавик поможет сохранить внешний вид ярче и долговечнее, чем обычная бумага. В шестых, это контрольные браслеты Тавик для массовых мероприятий, клубов и гостиниц. Ну, все, наверное, видели такие браслеты, кто посещал какие-то дискотеки в ночных клубах и так далее. Особенность их конструкции заключается в перфорации, нанесенной поверх клеевого слоя, благодаря которым браслет фиксируется на руке посетителя и разрушается при попытке его снятия. Такие браслеты устойчивы к многократным изгибам и не размокают при контакте с водой. Тавик снизкал все популярности для любителей туризма на открытом воздухе. Чехлы для спальников, чтобы они дышали и не намокали. Упаковки для продуктов и всего того, что не должно промокнуть в походе. Все это получается легкое, прочное и не занимает много места. Редкие банкноты отдельных государств также выполнялись из Тавика, но вышли из обращения и стали предметом коллекционирования. Вот, например, банкнота в два города Гаити 1986 года. Кстати, современные дизайнеры, оценив свойства материала Тавик, начали шить из него куртки для города и для отдыха на природе. Яркие, легкие, прочные, влагонепроницаемые и дышащие. Так что есть пространство, где можно дерзать и творить. Если вы вдруг захотели поддержать канал, то переходите по ссылке в описании. Всем привет, до новых встреч и не забывайте подписываться.